Всем-всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео я расскажу, как мы поднимали 30 ранг на Сквики, Сту и Эмс. На самом деле этот ролик, как и предыдущий про 30 ранг, выходит немножко с запозданием, потому что мы апнули 30 около двух недель назад, то есть еще в прошлом сезоне. Однако я все равно считаю, что эта информация будет полезна, потому что этих бравлеров не трогали в текущем балансе и более того, сейчас есть карта, которая похожа на ту, на которой мы аппали. Мы аппались на карте Трезубец, режим Горячая Зона, а сейчас в текущем сезоне есть вот такая карта, которая называется Лопасти. И если ее отразить с зеркальной по вертикали, то вы поймете, что карты очень похожи. Поэтому все советы, которые я сегодня расскажу, вы можете применять и к этой новой карте. Начнем с общей концепции нашего пика и далее разберем более подробно про каждого бравлера, что он делает и как он должен себя вести. В целом идея заключается в том, чтобы максимально быстро захватить зону за счет того, что каждый бравлер захватывает свою точку. То есть захват идет в три раза быстрее, чем нежели вся команда будет стоять на одной точке. Из-за этого катки на тех картах, где есть три точки в Горячей Зоне проходят довольно быстро. Если все пошло по плану и вы успешно удерживаете все три точки, то вам хватит буквально минуты, чтобы завершить катку и пойти в новую. Поэтому апнуть 30 ранг в Горячей Зоне не так уж и сложно. Что касается нашей истории, мы шли очень хорошо, практически без поражений. Мы апнули мне с квика на тысячу, тоже практически не проигрывая, но проблема была в том, что между мной и моими тиммейтами был развив около 50 кубков. И нам нужно было еще добить ребятам тоже по 30 рангу. И вот тут на самом деле все пошло-поехало. В какой-то момент мы начали очень сильно тильтовать, долго из этого выбирались, но в конце концов все равно все получили по своему 30 рангу. Так как точки находятся довольно близко друг к другу, то каждый сосед может помогать другому. Таким образом вы постоянно контролируете не только свою точку, но еще и саппортите тому тиммейту, который стоит от вас слева или справа. В этом плане, конечно, сложнее всего Эмс, поэтому давайте начнем разбор пика именно с нее. Эмс занимает центральную точку и она разрывается как бы на три кусочка. Она держит и свою точку, и с левой стороны помогает, и с правой стороны. Поэтому, на мой взгляд, вот именно мидеру здесь действительно будет сложнее всего. Потому что тем, кто стоит на флангах, в данном случае это сту слева и сквик справа, мы всегда ходили именно так, вне зависимости от того, как мы появились на карте. Мы держим только свою точку и помогаем одному соседу, а Эмс помогает сразу двум. В итоге получается, что у флангеров одна из сторон точно защищена стеной, то есть концом карты, а вот вторую сторону уже приходится оборонять. Только на Эмс было использовано снаряжение на бег в кустах, и это на самом деле часто помогало, за счет того, что на центральной точке есть небольшие кустики, в которых можно было мансить. Понятное дело, что это действительно очень маленькое пространство, но в каких-то конкретных критических ситуациях это помогало, потому что бег в кустах позволял Эмс переместиться очень быстро за стенку и попасть как бы в сохраненную такую зону, где она не получает дамат. Кроме того, Эмс очень хорошо зонила мид, там, где сейчас лежит гаджет сквика, буквально одной тычкой она перекрывала мид, и зайти на точку было уже сложновато. Зонить мид также помогал сквик, как я уже сказала, это делалось с помощью гаджета. Гаджет здесь перекрывает сразу весь центральный проход, и если идти через него, то вы получаете очень много урона, поэтому это вообще не вариант. Поэтому приходится обходить либо с левой стороны, либо с правой, но мид в итоге остается за вами. Поэтому три гаджета сквика очень хорошо держали ситуацию. Однако иногда приходилось использовать гаджеты сразу при заход на точку. Такие моменты тоже были, и в этом случае гаджеты нужны для того, чтобы отогнать соперника с правой точки, пройти на правую точку, и дальше продолжать держать центр, помогая таким образом Эмс. Лично мне сложнее всего было отыгрывать против Карлов, Мортисов и, возможно, Стул с отхилом, но иногда это тоже решалось тем, что, во-первых, нужно по ним попадать хорошо, особенно ультой, это очень сильно их замедляет, а во-вторых, иногда можно гаджет отправить непосредственно самого бойца, и он будет замедлен под действием гаджета, что поможет лучше в него попасть, но и плюс еще пассивка на замедление тоже в этом хорошо помогает. И, наконец, последний бравлер – это Стул. Здесь очень помогал его гаджет на скорость, который изначально ставится под нижнюю стеночку около центральной точки, а в дальнейшем вот так, как он стоит сейчас. Таким образом, этот гаджет покрывает и левую точку, и центральную, помогая Эмс. Поставив гаджет в начале, Стул дает определенную фору всей команде, и мы быстрее добегаем до наших точек. В дальнейшем задача Стул сводится к тому, чтобы удержать левую точку, не подпустить туда соперника, потом перейти на центральную помочь с медом, и, если необходимо, то перейти уже на правую точку. То есть мы как бы движемся от левой точки к правой. Иногда, конечно, бывали ситуации, что мы двигались наоборот, и последний захватывали левую точку, но такое бывало крайне редко. Самая главная задача здесь за Стул – постоянно использовать ульту, потому что благодаря своей пассивке вы таким образом постоянно отхиливаетесь, и Стул становится крайне неприятным персонажем на этой карте. Вот как раз я, играя за Сквика, очень не любила, когда напротив меня стоял Стул, мне было, конечно, непросто с ним разобраться. Поэтому за Стул, я думаю, здесь особо проблем быть не должно, если вы в целом понимаете концепцию этого бойца, как за него играть и что за него делать. Эта карта во многом является картой контроля, как и некоторые другие. То есть кто захватил точки, кто удерживает контроль над ними, у того и преимущество. И когда у вас точки уже захвачены, вам гораздо проще, чем сопернику, которому необходимо еще прорваться к вам и отбить эти точки. Поэтому очень важно, чтобы в самом начале вы взяли контроль хотя бы над двумя точками. Тогда и третью вы сможете отбить. Если же контроля нет, то тогда не стоит ломиться каждому на отдельную точку. Скорее всего, у вас ничего не получится. Лучше скоперируйтесь и пойдите вдвоем, а может быть даже втроем на одну точку. Разберитесь там, а потом переходите уже к другим. То есть, опять же, зона, как в принципе это всегда и бывает, это очень командный режим и здесь важно, как вы помогаете своим тиммейтам. Потому что если вы играете в соло, то с этой картой у вас явно ничего не получится, потому что точек много и контролировать нужно большое пространство. Подводя итог, могу сказать, что если бы не тильт в конце, то этот 30-й ранг был бы одним из самых быстрых и легких. Но если у вас остались вопросы, обязательно задавайте в комментариях, постараюсь ответить. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. А я желаю вам удачи и пока-пока!